В современных условиях боевые действия всегда подразумевают быстрое перемещение большого числа армейских подразделений на значительное расстояние. Стремительная переброска сил, оперативное маневрирование на всем театре военных действий. Одним словом, победа достается тому, кто мобильнее. Именно поэтому российской армии сегодня требуется много хорошо подготовленных водителей колесной техники. Практически все виды вооруженных сил, они сейчас автомобилизированы. Если есть компьютеры, если есть ракеты, самолеты, без машин, все равно ничего у нас не произойдет. И ракеты не полетят, и фактически танки не поедут. Поэтому военный водитель, я считаю, самая основная краеугольная профессия современных вооруженных сил Российской Федерации. В Одинцовской школе ДСААФ ежегодно готовят до сотни квалифицированных военных водителей. Причем в армии ребята работают именно по этой специальности. Основной учебный автомобиль при подготовке на категорию С – трехосный вездеход «КамАЗ». Далее разворот на параллельную парковку. На начало упражнения подъезжаем, таким образом, чтобы задний борт пересек контрольную линию. Назад отъедем. Одновременно курсанты получают и отличную теоретическую подготовку, и доступ к интерактивным тренажерам. ДСААФ не финансируется напрямую государством. Поддерживать материально-техническую базу непросто. Однако, благодаря усилиям сотрудников, и техника, и учебные классы укомплектованы всем необходимым на очень хорошем уровне. Достаточно много возникает проблем и с техникой, которая должна быть всегда исправна. И нам приходится порой своими силами, тут и в ночное время, восстанавливать для того, чтобы учебный процесс не прерывался. Рамки достаточно сжаты. У нас есть два призыва, и под каждый призыв мы готовим определенное количество ребят. И в связи с этим мы используем учебный процесс не только как готовить узкоспециализированных водителей. Мы занимаемся еще и начальной военной подготовкой. При сдаче экзаменов в ГИБДД никаких послаблений. За военных водителей, выпущенных Одинцовской школой ДСААФ, не стыдно. Учиться сюда идут по доброй воле, понимая, что полезный навык всегда пригодится. Обратился в Одинцовский военкомат, куда меня направили в Одинцовский ДСААФ. И тут я прохожу обучение. Я уже стал водителем, можно сказать, категории С грузовой. На носу экзамен, мы все готовимся, и мне школа очень понравилась, очень хорошие преподаватели, и все, в общем, супер. По прохождению медкомиссии было принято решение пойти водителем, поскольку уже была категория Б на тот момент. Ну и решил стать водителем категории С, потому что в дальнейшем она очень сильно пригодится. Особенно в той структуре, где я собираюсь работать после армии. История идет по спирали. Сегодня, как и десятки лет назад, когда создавалось Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, эта оборонная организация вновь востребована. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. АПЛОДИСМЕНТЫ